Мы являемся, в принципе, соорганизаторами конференции, которая прошла буквально недавно. Хочется сказать одно, что сегодня, как говорил мой коллега, власть и народ живут абсолютно в разных измерениях. Сегодня нас насильно пытаются втянуть в этот процесс евроинтеграции так называемыми. Так называемыми евро-выступающими властями. На самом деле всё намного сложнее, чем кажется. Почему? Потому что народ никто не спросил. Это раз. То есть народ вообще никто ни за что не держит. И считаться с мнением народа никто не собирается. Любые попытки провести референдум о внешнеполитическом векторе нашей страны встречают очень серьёзный отказ. Барьеры со стороны наших властей. А мнение сегодня молдавского народа то, что Молдова должна интегрироваться на восток. И это мнение не только русских, гаузов, болгар и других национальных меньшинств, которые здесь живут, этносы. Но в том числе это мнение большинства молдавского народа. Если возвращаться к политике в отношении национальных меньшинств, мы сегодня говорим о, они сегодня говорят, скажем так, молдавские власти, о европейских каких-то ценностях, якобы которые они здесь пропагандируют, которые продвигают. Но хватит только посмотреть на то, что на сегодняшний день элементарно не ратифицирована хартия о региональных языках, которая могла бы быть в этом смысле. Сегодня закрываются русские школы, их уже много. Сегодня, и это не просто там, где живут компактно, например, или некомпактно русское население. Это в том числе Тараклея, где живут болгары, это в том числе попытки сделать в Гагаузии, это в том числе на севере Молдовы, где много украинцев и так далее. Сегодня, несмотря на существующий закон и статус, скажем так, языка межнационального общения, как русский язык является в Молдове, отказ в петициях, которые поступают на русском языке, просто зашкаливает. То есть людям не отвечают согласно требованию закона. Естественно, это не может не иметь каких-то определенных последствий социального характера. И они имеют место. А уже учитывая то, что происходит на региональном уровне, далеко смотреть не нужно. Буквально в соседней Украине, конечно, это не просто настораживает. К этому нужно относиться максимально серьезно. Сегодня в Молдове, к примеру, уже началась перепись населения. Нам активно со всех трибун кричат, что мы как будто не имеем идентичности. Нас записывают в румыны, пытаются нам сказать, на каком языке мы говорим и так далее. И все это, несмотря на конституцию, несмотря на законодательство существующее, поощряется нынешними властями. Вот это беда. То, что касается различий между Украиной и Молдовой на сегодняшний день. Вопрос, на самом деле, немного риторический, я думаю. Полтора же года назад никто же не думал, что на Украине произойдет то, что сегодня происходит. Наверное, так. Мы через это тоже проходили. В другом параметре, конечно, в другом формате. 92-й год Приднестровья, позже чуть-чуть поход на Гагаузию и так далее, и так далее. И до сих пор вот эти раны, скажем, они не зажили. Поэтому мы считаем, что для Молдовы тоже единственная возможность сегодня сохранить государственность, если хотите. Это вопрос федерализации страны. Партия социалистов два года уже предлагает. А вот власти ходят вокруг да около и пытаются что-то нам сказать, но внятного ответа нет. Два, и прошлая власть на Украине, и нынешняя власть на Украине проигнорировала практически мнение народа. Потому что если бы Янукович или уже вот эта нелегитимная власть провела бы референдум, то, скорее всего, вот это социальное напряжение, оно бы было снято как минимум. И оттуда можно было плясать совсем в другом русском. Партия социалистов сегодня, к примеру, настаивает на особенном статусе русского языка и обеспечении региональных языков, то есть законодательно. Это тоже бы посодействовало. То есть мы должны каким-то образом предотвратить все, что может в конечном итоге создать проблемы для государственности, для нормального развития страны и проживания всех этносов в рамках этой страны. Я уже не хочу говорить о других вещах, которые вот сегодня просто умалчиваются, но они на самом деле очень сходны, очень похожи на то, что происходило в том числе в Украине. Сегодня есть законодательная инициатива и в том числе от представителей правящей партии о выходе из СНГ, о закрытии ретрансляции российских телеканалов, объявления персонами Нонграда, за попытки там проведения референдов в других регионах пытаются, к примеру, представители в том числе нашей партии привлечь к уголовной ответственности. Вот коллега Игорь говорил о том, что буквально на днях был вандализирован памятник освобождения от фашизма. Ну, парень отделался легким штрафом на несколько сотен лей, то есть в размере 30-25 долларов и больше ничего за это. Вот это все, да, то есть попытка вот 9 мая, вместо того, чтобы праздновать День Победы, хотя вышли десятки тысяч людей, значит, на марши, значит, на празднования, собственно говоря, поменять, сделать День Европы, на который тоже вышли людей, ну, может быть, 70-80. Как бы вот так вот, понимаете, то есть социальное напряжение, оно обостряется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok